В днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая, видно будет, как эти шайтаны бегут. Я, к сожалению, не могу говорить про состояние его физического здоровья, с умственными способностями у него есть очень серьезные проблемы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, да, там очень-очень серьезные проблемы присутствуют. Саламу алейкум. Если представить Чечню независимой, появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Валейкум ассалям. Просто мне интересно, почему такой реально гордый народ, как ногчи, не могут консолидироваться внутри республики и снести. Снести что? Саламу алейкум. Если представить Чечню независимой, появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Как в любом другом государстве они живут в мире? В чем проблема? Почему им не жить в мире? Пусть ведут какую-то идеологическую борьбу, одни опровергают других, другие третьих. Это все должно быть в рамках дискуссии, в рамках научного какого-то спора на протяжении полутора столетий, 1500 лет уже существуют эти разногласия и люди как-то умудряются не убивать друг друга. В чем проблема? Почему демократы с республиканцами могут в рамках одного государства, критикуя друг друга, но при этом жить в мире и не убивать друг друга? А почему вы считаете, что именно в Чечне представители суфизма и представители сунизма не могут? Кстати, шиитов у нас, насколько я знаю, нет. По крайней мере, ни разу еще не встречал. Еще как могут и будут, не только у нас и христиане есть, и все эти конфессии будут в рамках одного государства, при условии, что все они исполняют законы, не нарушают их никаких проблем. А если ты нарушил закон, то неважно, кто ты там, суннить, ты суфист, христианин или ты атеист, плевать, кто бы ты ни был, нарушил закон, вот, значит, суд, который тебя за это будет наказывать. Есть полиция, есть прокуратура. Так должно быть в любом цивилизованном государстве. Главное, чтобы ты не нарушал закон, а там, что ты там у себя исповедуешь, это твои проблемы. Спорьте между собой, значит, опровергайте, но все делайте в рамках закона. Еще, кстати, важный момент. Проблема ведь не в том, что кто-то, значит, суфий, кто-то суннит или кто-то христианин. Вы понимаете, что суфий, к примеру, желающий независимости от России и желающий, чтобы на нашей земле действовали законы в соответствии с нашей религией, потому что мы мусульмане, чтобы у нас действовали законы, соответствующие мусульманам, что этот суфий, он гораздо ближе, чем человек, называющий себя, я подчеркиваю, таковым я его, конечно, не считаю, но чем человек, называющий себя суннитом, но при этом желающий, чтобы на нашей территории действовали российские законы. Я не говорю о том, что он суннит, это понятно, но он сам себя таким, таковым называет. Вот этот, называющий себя суннитом такой товарищ, он гораздо более ненавистнее для меня, неприемлеме для меня, чем суфии, проживающие в республике и желающие нам свободы и независимости. Кстати говоря, сегодня Рамзан Кадыров очередной раз полетал во сне, и проснувшись, он выдал вот это. В днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая, видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и с Украины. Так что мы готовимся, и мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут. Ну все, ждите теперь, новая будет спецоперация, говорит Кадыров. Видимо, в этой ночи ему привиделась во сне какая-то спецоперация, возможно, что-то они там готовили. Он проснулся вот с таким настроением. После того, как я выкладываю какие-то такие новые озарения Кадырова, и подписываю их обычно, что Кадыров снова летал во сне. Некоторые меня спрашивают, что значит, что ты хочешь этим сказать, летал во сне. Наверное, молодые сейчас не совсем это понимают, но мои ровесники и те, кто старше меня, вспомнят эту рекламу. Времен 90-х и даже, по-моему, начало нулевых, была реклама подгузников на российском телевидении. Она начиналась со слов, где мальчик просыпался и говорил, «Мама, я опять летал во сне!» И дальше начиналось уже какое-то обыгрывание этой рекламы. Я не помню, какие именно это были подгузники, то ли памперс, то ли либер, но что-то такое, короче. И вот мне, когда Кадыров просыпается с утра и начинает говорить нечто подобное, я почему-то сразу вспоминаю эту рекламу. Мне кажется, что он тоже полетал во сне, и вот на таком позитиве проснулся, и какая-то новая, очередная у него, значит, идея. То он покорял Польшу, он уже, значит, Украину завоевал и уже начинал наступать на Польшу. Теперь, как видите, он немного, видимо, отступил от Польши, начинает какую-то новую спецоперацию по покорению Украины. Ну, посмотрим, посмотрим, что он увидит в следующий раз. Где он полетает в следующий раз в своем сне? Ассаламу алейкум. Тумсо, это правда, что у Кадырова очень серьезные проблемы со здоровьем? Мне кажется, что его окружение не хотят об этом говорить на публику. Ассаламу алейкум ассалам. Я, к сожалению, не могу говорить про состояние его физического здоровья, каких-то анализов, ничего подобного я не видел. Но то, что у него с психологическим здоровьем, то есть с умственными способностями у него есть очень серьезные проблемы, с интеллектуальными способностями, со способностью к развитию, то есть мозг должен развиваться у нормального человека. Если он не развивается, это какие-то проблемы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, да, там очень-очень серьезные проблемы присутствуют. И боюсь, это неизлечимо. Походу, там уже нет никакой надежды, что будет решена эта проблема, если за сколько там уже, пятнадцать, какой пятнадцать, лет семнадцать, восемнадцать, да, если за этот период человек вообще никак не развился, даже в знании, элементарном знании русского языка, я думаю, что там безнадежно. В том что, я сам грузин и ни в коем случае не желаю зла народу Чечни, наоборот. Просто мне интересно, почему такой реально гордый народ, как ногчи, не могут консолидироваться внутри республики и снести. Снести что? Снести больше сотни тысяч российской армии? Но нет такой возможности. Как народ может консолидироваться и снести вооруженную армию, если у него нет оружия? Как ты это себе представляешь? По-моему, предъявлять претензии, какие-либо вообще претензии к чеченцам, это настолько неэтично, неправильно, несправедливо. Мне кажется, никто на всей территории постсоветского пространства не испытал на себе тех бед, которые испытали мы. Мы потеряли 30% своего народа в двух кровопролитных войнах и делали это наедине, когда никто в этом мире, никто нам не помогал. Ни одна страна, ни одно государство. Так что какие могут быть претензии? Друзья, как-то сами у себя там делайте, смотрите на себя. Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы у себя сами разберемся. Если нам нужно критиковать, мы сами будем критиковать себя, сами будем подниматься. Это чисто наша тема. Никто со стороны ничего кинуть в наш огород не может, потому что в ответ полетят просто булыжники. Никто, нет ни одного народа, ни одной страны в этом мире, которая могла бы нас в чем-то упрекнуть. Мы сделали на порядок больше, чем все. Весь этот мир вместе взятый против России мы сделали гораздо больше. Так что придержите, пожалуйста, свои языки. Тумсо, даже русские, хоть их и сажают, нет-нет, выходят на одиночные пикеты против войны. И даже девочка из Дагестана высказалась так. Почему ни один в течении внутри республики не высказался, где дух? Очень немало было высказываний на территории нашей республики. И очень многих людей уже погубивали, посадили, кому-то нам подкидывали наркотики. И все разъехались. Вот теперь мы, находясь уже за пределами республики, как ты видишь, высказываемся, делаем все возможное и борьбу не прекращаем. А наши соотечественники, которые живут на территории Чечни, то, что они не высказываются, они молодцы. Абсолютно правильно себя ведут. Мы должны беречь себя, беречь свой народ. Нас и так очень мало. И мы ни в коем случае не должны жертвовать собой. Мы должны сохранить себя для вот этого часа Х, когда снова нужно будет подняться для освобождения нашей территории. Субтитры создавал DimaTorzok